Я с удовольствием представляю слово Сталинверчуку Леониду Витальевичу, я думаю, что он сейчас поддержит нашу тему. Все-таки по теме. Я постарался, готовясь к этому выступлению, я специально в первую часть взял международный сегмент московского образования и формирование билингвальной коммунигативной компетентности, то, что означало первое выступление. Сам являюсь, во-первых, директором Международной школы завтрашнего дня. В нашей школе обучаются дети из 24 стран мира, поэтому само по себе я работаю с международными билингами. У меня достаточно много дипломатических работников и детей. Далее я являюсь координатором программы «Школа завтрашнего дня» в странах СНГ и Балтии. И у нас около 90 учебных заведений в нашей системе. И свою миссию мы видим в том, чтобы распространять билингвальное образование в странах СНГ и Балтии. Далее я являюсь еще вице-президентом Ассоциации некоммерческих образовательных организаций Российской Федерации и, соответственно, кулируем международным направлением. Сегодня, как утверждают уже специалисты, в том числе от бизнеса, что первое, что влияет, это информатизация, передовые технологии и индивидуализация и так далее. Вот, наверное, я думаю, что у Михаила Юрьевича поэтому был один из вопросов, а как бы использовать новые современные технологии, чтобы специалистов иностранных привезти к нам в школу, может быть, вот таким дистанционным образом. Я думаю, этот вопрос абсолютно актуальный, правильный, хотя я и за то, чтобы они сюда приезжали, и как наш амиго де Куба, чтобы он был здесь, и чтобы мог присутствовать лично здесь, и диспанский мой второй язык, поэтому мы немножко тоже говорим диспанский. Затем, конечно, международные интеграции об этом спорить не будут, думаю, что никто не возвращает, и правильно сегодня прозвучало на пленарном заседании, что если мы говорим о международной интеграции, если мы хотим создание финансового центра в Москве, нам нужно создать условия для этих специалистов. И действительно, вот, например, у меня есть представители из Индии, они здесь организовывают бизнес, например. Если вы послушаете их истории, как к ним приходят вечером, в 9 вечера, вот такие вот ребята, это не рэкет, это налоговая, в 9 часов вечера. И вот именно такими методами, которыми действуют рэкетеры, разговаривают с ними. Это вот те условия, которые сегодня есть для этого бизнеса. У этого родителя обучается ребенок в моей школе, он мне это рассказывает. Конечно, если у нас будут такие условия, то ни о каком международном сегменте образования и вообще бизнеса мы говорить тут не сможем. Но надеюсь, что у нас, конечно, все в позитивную сторону меняется. Дание кратной традиционной ценности, конечно, без воспитательного момента здесь идти вперед невозможно. Я преклоняюсь перед испанским языком, но пока что все-таки английский язык, я думаю, что выходит на первое место. Билингвизм в обществе, это, кстати, еще один момент. Вот я абсолютно согласен. В Америке сейчас, да, тема билингвизма одна из центральных тем. Испанский язык, это локомотив, это тема. В нашей ситуации упоминались школы, вот у Михаила Юрьевича, школы с этническим компонентом. То же самое. То есть мы имеем в нашей среде достаточно много билингов, с которыми учатся наши. Спасибо. Спасибо, Михаил Юрьевич, вы понимаете. И далее, экологический фонд для здоровья сближения. Это тема другой инференции. Если говорить про интернет, вот посмотрите, вместо английского языка в интернете 68%, а на русский язык приходится всего лишь 2%. Вот тоже вопрос о том, где мы позиционируемся в интернете в плане языка. Конечно, тема международная вытекает из баловского процесса, вот то, что говорили министры, которые поняли в Европе, что Европа отстает от Японии, отстает от Китая, что мы являемся свидетелями возрастающего понимания все большей части политического и академического мира в потребности установления более тесных связей в оси развивающейся Европы, и формирование и укрепление ее индивидуального культурно-социально-научно-технического полноцензала. Конечно, иностранцы, которые у нас обучаются, и которые говорят, да, мы приветствуем ваш лингвизм, мы приветствуем приоритетность российского образования. А у меня есть дипломаты, которые приехали и сказали, мы здесь на 2 года, дайте нам русский язык как иностранный, будет благодарен. Но чтобы вы нам давали среднее полное общее образование на русском языке, нам не надо этого. Мы не готовы, мы никогда вашего ЕГЭ не сдадим, потому что у нас есть 2-3 года максимум. Поэтому у нас есть сегмент вот такой, на потребности которого надо еще подумать, как ответить в нашей школе. И когда мы провели первую аттестацию, мы поняли, что наши дети владеют предметом содержания по российской программе «Дороги собаки». Понимаю, сказать не могу. При этом могли что-то сделать на английском. Поэтому мы перестроили, и у нас сейчас работает все таким образом, что программа, собственно, скажем так, международная предоставляющая, она у нас лицензирована, пролицензирована как дополнительная общеобразовательная программа, которая, конечно, идет в рамках школы на компаниях. Еще один момент, который есть. Вот у Ирины Владимировны от школы Сарвандеса это прозвучало, что аттестат международного образца. Ну, во-первых, я думаю, что это очень правильно, это замечательно. Хотя, если наш ребенок возьмет аттестат российский, этот вопрос изучал на уровне, значит, на уровне Министерства образования, изучался с Филиппом по этому поводу, если он просто апостелирует документ и повезет его за рубеж, он также может поступить с нашим... Не доучиваться. Хотя мы с того, что у нас один сервер. Да, согласен. Хотя у нас поступали. Мы сейчас что делаем? Мы все учащиеся последние два года, дистанционно, особенно иностранных учащихся, записываем в американскую школу. Они получают эти стады оттуда. Но мы столкнулись с такой ситуацией. У нас был посол Судан. Записал своих детей во второй класс. А потом поехал их обучать в Арабский Эмират. И им сказали, отдайте нам апостелированный документ. Апостелированный документ я не могу дать, потому что у меня дополнительная образовательная программа. И в результате посол Судана идет по всем посольствам Москвы и говорит, вы знаете, международная школа выдает нелегитимный документ. Это неправда. Это неправда. Это просто конкретная ситуация. Но вот этот момент, он есть, который существует. И когда к нам приходят дети на разном уровне, и которые от нас потом уезжают в страну, и требуются апостелированные документы, пароль мы такой документ дать не можем. Поэтому сейчас мы детей с четвертого класса зачисляем в американскую школу. И когда они куда-то уезжают, они получают документ из Америки. И вот это тоже один из аспектов, который, я думаю, нужно осознавать, когда мы говорим о том, как мы отвечаем на востребованности международного контингента, который хочет, чтобы участвовать здесь и у нас. Ну, конечно, уже есть такого более академического. Когда мы говорим о билингвизме, о том, что мы внедряем эту систему, конечно, важен культуровический компонент, который предполагает, что как дети наши обладевают чужой культурой, вот через все, что только возможно, так же и дети иностранцев обладевают наши культуры, находясь уже здесь. Важно быть и в этой культуре, и в этой поездке, и то, о чем мы говорим. И, конечно же, такая еще моя личная история, с чем был связан билингвизм и внедрение международного средства в нашей семье. Вот здесь, на первой фотографии, моя старшая дочка Юля. Ей сейчас 24 года, закончил уже Морису Тореза. Со своей супругой мы решили, что мы детей будем обучать в двуязычности, где дома. И начали сразу говорить о двух языках. Я был американцем, мама была англоговорящей и в то же время говорил по-русски двуязычной мамой. И моя Юля до пяти лет думала, что я американец. Даже зная, что я, вроде как, президент или директор ли школы, американец, я спрашиваю, Юля, кто ты папа? Юля говорил, а, по-моему, американский президент. Пять лет она едет в Иксу к бабушке, на побывку, значит, мне оттуда звонить, слышим, плохая. И она мне что-то пытается сказать по-английски. Я ее не понимаю, и бабушка на заднем плане, Юля, что ты мучаешься? Ну, скажи ему по-русски. Юля поворачивает бабушку и говорит, бабушка, так я ему скажу, он же не понимает. Я, Юля, признался, у нас ушло две недели, чтобы переключиться на русский язык. Но далее, по всем уже нашим странным детям, всего у меня их сейчас шестеро, и благодаря моей супруге, вот у нас получилась в семье, вот эта 2000-я среда, вот мы достигли. А вот завтра это уже недостаточно. Спасибо. Спасибо, Леонид Витальевич. Вы меньше всех хвалили свою школу, поэтому я вам не буду задавать персональный вопрос. Очень. Система московского образования и государственная, и негосударственная четырьмя выступлениями себя презентовала. Есть ли по совокупности вопросы, которые вызваны прозвучавшими суждениями, информацией и так далее? Это касается как работников системы образования, так и участников круглого стола извне.